Первыми балалайчниками были скоморохи. Играли, играли и доигрались. Их обвинили в язычестве и погнали прочь из Москвы. По указу Алексея Михайловича Тишайшего, второй русский царь из династии Романовых, было велено все балалайки сжечь, а кроме того домбры, гусли и рожки. В царском документе говорилось, что ослушников надлежало пороть и отправлять в ссылку в Малороссию. Диву даешься, отчего не взлюбил такую музыку самодержец? Наверное, потому что был сильно набожным и всякие подобные развлечения считал занятием сугубо бесовским. Более подробно об этом в моем видео 3 марта 1919 года «Кому помешали скоморохи на Руси?». Когда государь умер, опало для балалайки и прочих музыкальных инструментов закончилось. Они зазвучали снова, в основном в крестьянских домах. При мудрости игры были знакомы едва ли не всем сельским мужикам, передавались от поколения к поколению. Перебирали струны и в горе, и в радости. Проходили эпохи, столетия. А балалайка все не умолкала. Впервые балалайка была упомянута в документе под названием «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», датированном 13 июня 1688 года, хранится в фондах Государственного архива древних актов. В частности, в нем говорится «В Стрелецкий приказ приведены Арзамасец, посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, до Шенкурского уезду дворцовой Важеской волости крестьянин Ивашко Дмитриев. А с ними принесена балалайка для того, что они ехали на извожничьи лошади в телеге в Яузские ворота, пели песни и в тое балалайку играли, и караульных стрельцов, которые стояли у Яузских ворот на карауле, бронили. Что стало с Савкой и Ивашкой? Наказали их за шум и озорствовали, отпустили с миром? Бог весть, однако с этих простых людей началась, можно сказать, официальная история русской балалайки. Из статьи о любви про балалаю Валерий Бурт, журнал свой, июнь 2019 года. Алексей Архиповский. Есть у нас в России виртуоз балалайки, талантливый музыкант, внесенный в Книгу рекордов России как лучший в мире балалайщик. Алексей Архиповский. Послушайте в исполнении Алексея Архиповского «Золушку». 2011 год. Уже 1 миллион 748 тысяч просмотров. Обратите внимание, как меняется выражение лиц, присутствующих в зале телестудии во Франции в 2010 году, когда Архиповский начинает играть, смотрят как на шута, а в конце встречи смотрят как на виртуоза. В 9 лет, если не путаю, Алеша поступал на отделение фортепиано. Но там не оказалось свободных мест, и директор предложила его родителям на год отдать сына на отделение народных инструментов, рассказывает первый педагог Архиповского в Туапсинской музыкальной школе Евгения Кулешова. Алексей как-то удивительно легко втянулся, увлекся и заиграл. Нашим любимым упражнением было создать заданный образ – летнее утро, море в шторм, весенний дождь и прочее. Конечно, не все получалось сразу, и тогда я говорила ему – нет, не так, не так. Евгения Николаевна вспоминает, что отец музыканта, Виталий Архиповский, был баянистом и аккордеонистом-любителем. Он играл еще ребенком, Великую Отечественную, а само увлечение гармошкой унаследовал от своего отца. И пытался научить сына Азам обращение с аккордеоном, да тот оказался слишком тяжел и громоздок для субтильного Алексея. Зато технику балалайки Архиповский-младший освоил быстро, исполнял и пляску смерти Сенсанса, Моцарта, Баха и импровизировал, удивляя наставника. Меня Алексей переиграл уже в третьем классе, а в пятом играл сочинения, которые студенты музыкальных училищ сдают на экзаменах на третьем-четвертом курсах. А потом Алеша все-таки попал на отделение фортепиано. Его перевели туда на углубленные уроки с сальфеджио, продолжает Евгения Кулешова. Он постоянно ездил в Краснодар. На наших городских конкурсах собрал все призы уже в классе во втором и каждый месяц участвовал в краевых конкурсах. Когда Архиповский заканчивал обучение, то играл сольный концерт в двух отделениях с оркестром, афишами которого был заклеен весь Туапсе. Так появилась традиция школы «Большие программы лучших выпускников». «Я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы не Евгения Николаевна. Это она увлекла меня возможностями инструмента, дала азы мастерства и заставила задуматься над тем, что на балалайке, русском народном инструменте, у которого, как принято считать, очень ограниченные возможности, можно делать все, что угодно», – говорит Алексей Архиповский. Вторым педагогом, много сделавшим для моего становления уже после Гнесинки, был дирижер Смоленского оркестра Виктор Павлович Дубровский, ученик Геннадия Рождественского и Сергея Светланова. Именно в оркестре Дубровского Алексея Архиповского заметила Людмила Зыкина, пригласившая его в 1998 году в большой гастрольный тур ансамбля «Россия» по Волге и на гастроли в США. По другую сторону океана Алексею Витальевичу выпал шанс. В программе концерта после его сольного номера образовалась пауза, и артист играл не традиционные пять минут, а около получаса. Погрузившись в импровизацию, русские народные мотивы вылились в джазовые стандарты и песни из фильмов Скорсезе и Копполы. Зал ревел от восторга, а музыкант сделал первый шаг к сольной карьере. Это отрывок из статьи 2014 года «Говорящая балалайка» Алексея Архиповского, автор Анастасия Куропатченко. На ютюбе достаточно много видео с музыкой Алексея Архиповского. Алексей Архиповский официальный сайт. Здесь в разделе видео 8 музыкальных композиций. На моем сайте «Простой ключ» 6 видео в теме об Алексея Архиповском, которые я создал в 2013 году. Давайте вспомним, когда мы последний раз видели на российском телевидении не иноземный керлинг с его швабрами, а самородок земли русской Архиповского с его балалайкой, чтобы дети потянулись к балалайке, а не к швабре. А может потому и не показывают, чтобы не потянулись? Или что-то с памятью моей стало? Не припомню ни одного раза, чтобы видел по ТВ Архиповского. Или что-то неладно в зазеркалье королевства телевидения? Приглашаю! Дайте своим детям послушать музыку Архиповского. Откройте для них другой новый мир. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Все ссылки на видео на эту тему я дам в описании под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!